Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на сервисе GPS-навигатор это Garmin Atrix 30. Проблема с ним не совсем обычная. Это задняя крышка отсека батареи. Она не плотно прилегает. Вот. Попробую вам показать. Вот так. И нам надо разобрать сам навигатор. Посмотреть, что там внутри, почему не до конца дожимается эта крышка. Итак, приступим. Тут уже кто-то пробовал. Не знаю, будет видно, нет. Суперклеем, наверное, намазать эту защелочку такую. Это закрутка с зажимом. Но, я так понимаю, она должна была бы при повороте еще дожимать саму крышку вниз. Итак, приступим к разбору. Значит, тут у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть болтиков, которые нам надо открутить. Вытаскиваем элементы питания. Карточку можно не вытаскивать. Она нам не будет мешать. Так. И аккуратно теперь разъединяем две половинки. Снимаем аккуратно. Тут у нас силиконовая вот такая прокладочка. Нам надо ее аккуратно поставить на место, чтобы не повредить. Желательно ее оставить так, на то место, где она была. Ну, в принципе, тут по-другому ее не поставишь. Что мы тут можем увидеть? Мы тут получили доступ сразу к USB-гнезду. Ну и к самой материнской плате. Я так думаю, что она должна сниматься вот так вот вверх. И мы тогда получим доступ к экрану и другим модулям на самой плате. Но так как нас это не интересует, смотрим на крепление этой крышки. Тут у нас, вот можно увидеть, закрашено черным маркером и приклеен кусочек скотча. Давайте мы его аккуратно попробуем снять. Вот так мы его сняли. Тут у нас стоит маленькая такая металлическая вставка, которая, по идее, должна бы держать собственно и сам вот этот вот металлический, не знаю правильно, как назвать, шпиндель. По-другому эту вставку ставить сюда нельзя. Но так как у нас проблемы с нажиманием, давайте посмотрим, что происходит при закрытии крышки. Вот мы вставляем. И ничего не происходит. Как мы видим, у нас эта вставка, она выскочила со своего посадочного места. И у нас закрывается только вот на пластик. Видно, да? Что нам надо сделать? Это нам надо посадить на место эту металлическую вставку, и тогда все будет работать. Вот так. Если будет видно вот здесь, эта металлическая вставка, она должна соприкасаться с самой пластмассой. Давайте теперь попробуем закрыть крышку. Так как тут у нас нанесли клей, надо его счистить. Он нам не дает зайти в эту металлическую вставку. Итак, металлическую вставку мы поставили на место. Отчистили от остатков клея сам запирающий вот этот штифт. Теперь попробуем показать, как оно все у нас получается. Вот как видим, он у нас вставляется сюда легко. Проворачиваем, закрывается, и вот уже сейчас зазора вот тут или вот тут уже нет. Хочу от себя добавить, что мне не нравится вот это место, этого самого механизма, и что сюда возможно попадание воды, так как тут просто это место заклеено обычным вот скотчем. Что я хочу сделать? Я хочу взять поксипол, это такой двухкомпонентный клей, посадить на поксипол вот эту вот шайбу, тут поставить перегородку, там из пластика, например, тонкую, и сверху также все покрыть этим поксиполом. Закрыть его полностью. Мы получим, что это надежный механизм, он у нас уже в другой раз не вывалится из гнезда, ну и плюс мы будем иметь хорошую защиту от самого попадания, самой попадания влаги в этом месте. Итак, приступим, я покажу вам уже просто результат. Вот так покажу вам, я уже поставил на поксипол, это вот такой клей, эту шайбу металлическую также уже вырезал пластиковую такую вставку, это просто синий пластик, и сейчас сверху я это все аккуратно залью поксиполом. Также вот тут по краях я все хорошо поцарапал, для того, чтобы поксипол, он максимально качественно прилип к стенкам самого пластика. Кроме ремонта самой системы запирания, я еще доработал систему питания в этом навигаторе. Я подпаялся вместо прижимных контактов на их площадке. Давайте посмотрим, как он работает. Как видим, навигатор запускается, теперь можно его собирать в обратном порядке. Главное проследить, чтобы прокладка резиновая, которая между двумя половинками этого навигатора была без перекосов и в принципе все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всего доброго. до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!